На днях были опубликованы очень интересные данные в трёх взаимосвязанных статьях, которые раскрывают некоторые процессы и факторы, повлиявшие не только на изменения в поведении наших далёких предков сотни тысяч лет назад, но и внёсшие биологические коррективы. Поэтому объединив их в одно целое, можно наиболее хорошо представить картину из нашего далёкого прошлого. Наш вид, человек разумный, появился более трёхсот тысяч лет назад в Африке, о чём свидетельствуют находки в Марокко и другие по всей Африке, но с более ранними датировками. Учёным всегда было интересно, что заставило наш вид развивать свои когнитивные способности. Это стало ключевой задачей антропологии. Биологическая эволюция, которая привела к отделению нашего вида от других гоминид очень важна и помогает нам понять самих себя и поэтому процессы антропогенеза вызывают неподдельный интерес не только у учёных. Период, о котором пойдёт речь, примечателен в археологии как переходный период между средним палеолитом или средним каменным веком и Ашелем или культурой раннего палеолита. Этот период также охарактеризован значительными экологическими изменениями в Восточной Африке. Поэтому археологи по результатам исследований в бассейне Алларгесайле, Кения, демонстрируют новые данные, которые могли повлиять на изменения в поведении ранних людей. Здесь стоит отметить, что Алларгесайле это геологическое образование в Восточной Африке, содержащее группу нижней и среднепалеолитических археологических объектов и входит в состав Восточно-африканской рифтовой системы разломов, которая ранее считалась частью Восточно-африканской рифтовой долины. Согласно седиментологическим и палеоэкологическим данным, около 360 тысяч лет назад в Восточной Африке климат стал интенсивно меняться. Соответственно это повлияло и на миграции животных. И человеку пришлось адаптироваться к таким изменениям посредством создания социальных связей, товарного обмена и разного рода инструментов для адаптации и выживания. Изучая динамику изменений на территории Алларгесайле, ученые выяснили, что ландшафт подвергался и тектоническому воздействию, что привело к превращению данной местности из поймы с чередованием влажных и засушливых периодов в большой луг. Эти изменения прослеживаются на территории около 65 квадратных километров. Вероятно, что нечто подобное происходило и на больших территориях Африки. И эти изменения оказали влияние как на животных, так и на растения. Некоторые виды крупной дичи вымерли или мигрировали, а их место заняли более шустрые животные, наподобие антилоп. А это усложнило и охоту, что не могло не огорчить наших предков. Вероятнее всего это побудило группу людей распространяться на более отдаленные территории в поисках пищи и инструментов, что в свою очередь способствовало развитию социальных связей между группами. Проще объяснить на примере. Представим, что на расстоянии около 20 километров друг от друга обитает две группы. Одна из них нашла скопление обсидиана или кремнистого сланца. Но антилоп встречает реже, поэтому одна группа посылает своего представителя – назовем его Мойша для юмора – к другой группе. Так вот, Мойша идет за 20 километров к другой группе и показывает кучу красивого режущего инструмента с намеком на то, что он его отдаст взамен на вот ту сочную ногу антилопы. И все, обмен совершен и довольны обе группы. А это уже мотивирует одну группу больше охотиться, а другую еще и более качественно производить орудия труда, придавая им товарный вид. А потом приходит представитель третьей группы, предположим, Абрамчик, и приносит красивый пигмент, которым можно намазаться, и охота станет лучше, а враги будут бояться, к примеру, чем вам не первые торговые отношения. Но для утверждения факта торговли, нужны находки и из других мест, а их пока не так много. В любом случае, это все привело к изменению в поведении и повлияло на развитие умственных способностей. Надо же было не прогадать воднение, чтобы тухлую ногу не подсунули или трещиноватые скребки. Это также привело и к более сложному социальному взаимодействию между группами, что значительно повлияло на появление различий между линиями человека разумного и других видов людей, которые развивались параллельно. Археологические данные из Кении подтверждают эти выводы. Так, до начала перемен в экологии региона, а также до начала среднего палеолита, люди в пределах Алларгесаэля изготавливали инструменты из местного камня, который находили в радиусе 5 километров. Форма их обработки была вполне характерной для ашельской культуры, но всё значительным образом меняется около 320 тысяч лет назад. Появляются инструменты из обсидиана, кремнистого осланца и других кварцодержащих пород, которые явно были доставлены из других регионов. Хоть это и не даёт чётких факторов о наличии обмена между группами, но и не исключает их. Хотя это могли быть и первые целенаправленные геологические экспедиции, но это тоже большой прорыв в поведении и согласно археологическим данным, это произошло как раз на заре появления вида Homo sapiens. Больше данных о находках содержится во втором исследовании, в котором анализировались найденные каменные инструменты, оружие и пигментные красители из пяти разных мест с датировкой от полумиллиона до трёхсот тысяч лет назад на предмет развития технологий и сетей обмена. В результате было обнаружено, что на смену более громоздким инструментам, характерных для ашельской культуры, приходят более компактные и изящные около трёхсот-трёхсот двадцати тысяч лет назад. Новые инструменты были более продуманнее и функциональней. Наконечники были приспособлены для крепления на конце копья и, вероятно, использовались для охоты на крупную и мелкую дичь. Также были найдены скребки и шилообразные изделия, которые были явно не одноразовыми. Причём, чем ближе к трёхстам тысячам лет назад, появляется всё больше изделий из обсидиана, хотя ближайшие его источники расположены в 25-50 километрах от места обнаружения. В пределах Алларгесайле археологи также нашли 50 тысяч чешуек от обсидиана, а это указывает на первоначальную доставку сырья и уже дальнейшую его обработку, что наталкивает на мысль как об обмене, так и на возможность своего рода геологических экспедиций. Помимо обсидиана были найдены и источники красителей с характерными отверстиями для извлечения охристого пигмента из породы. Возможно, пигмент применялся для обозначения статуса, изготовления клея, а может и в лекарственных целях для защиты от паразитов. В принципе применение охры может быть самым разнообразным. Анализируя эту информацию, не стоит считать наших предков столь примитивными, потому как факты говорят об обратном. В общем, находки демонстрируют отличительные технологические и когнитивные особенности среднего каменного века в Африке. Хоть авторы статьи формулируют выводы как доказательства торговых отношений между группами, я всё же склонен рассматривать и возможность геологических экспедиций, говоря современным языком, потому как это тоже может объяснить доставку материалов на такие расстояния. В третьем же исследовании проводились датировки инструментов от ошеля до среднего палеолита, а также вмещающих их пород. Здесь использовались уранториевый и аргон-аргоновый метод датирования. Тут стоит отметить, что аргоновый метод не стоит путать с калий-аргоновым, потому как они отличаются. В результате этого исследования учёные получили даты для инструментов ошеля от 615 до 499 тысяч лет назад. Далее в отложениях были замечены изменения как в фауны, так и в инструментах, что в итоге привело к окончательной замене инструментов ошеля и ознаменовало начало среднего палеолита около 320-305 тысяч лет назад. Но несмотря на различные гипотезы, всё же на переходе между ошелем и средним каменным веком прослеживаются анатомические и поведенческие изменения, которые привели к формированию человека разумного в Африке после доминирования Homo erectus и Гильдербергского человека. А также подобные исследования помогают нам понять, откуда мы пришли и что повлияло на наше развитие на протяжении эволюционного пути. И что именно мы получили от эволюции, что так помогло нам выиграть в довольно непростой борьбе за выживание. Возможно, это поможет нам не потерять приобретенные в процессе эволюции качества и при этом не уничтожить самих себя, допуская, что не все из приобретенных качеств нужны нам на каждом конкретном этапе эволюции. В общем, эволюция продолжается. А как вы считаете, уважаемые зрители, перемещение древних инструментов является следствием обмена и торговли, или же целенаправленных походов представителей групп в места месторождений сырья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова